Доброго дня, друзья! Доброго дня! Я надеюсь, к нам сейчас подключаются. Давайте еще подождем буквально, я думаю, парочку минут на подключение всех тех, кто хотел присоединиться к нашему мероприятию. Я уверена, такие еще есть. Пока предлагаю познакомиться. Меня зовут Юля, я из города Москва. Пожалуйста, давайте напишите в чат, как вас зовут, из какого города вы. Владимир. Отлично, у нас присоединяется. Ольга, доброе утро! Я надеюсь, у вас хорошее самочувствие. У всех сегодня прекрасное настроение. Если с настроением не очень, то, надеюсь, после нашего мероприятия оно точно станет лучше. Друзья, для занятия нам сегодня понадобится коврик, либо какой-то плед, можно взять, например, да, чтобы вам было комфортно. Спортивная форма. Кстати, я рекомендую, если вы тренируетесь дома, то все-таки не в бежали это делать, да, в спортивной форме. Это будет точно вас настраивать на спортивный настрой. Отлично, спасибо, что вы пишете в чат. Еще минутку подождем. И, конечно же, водичку тоже не забудьте, пожалуйста, поставить рядом с собой. Всем привет, всем привет вновь прибывшим. Отлично. Кто еще не написал в чат, я прошу это сделать. Как вас зовут? Из какого вы города? Я повторю, что я июля, я из города Москва. У нас прекрасная летняя погода. Да, сегодня выходной день, поэтому я вдвойне рада, что вы присоединяетесь. Кроссовки нам для занятия сегодня не нужны. Тренировка будет малоэффективной. Она будет сидя, вся внизу, будут колено-локтевые положения, либо сидя, да, поэтому можно заниматься спокойно босиком. Это абсолютно нетромоопасно все будет. Прекрасно. Я думаю, что мы можем начинать. Кто будет присоединяться в процессе, будет присоединяться. Ничего страшного. Итак, друзья, я еще разочек представлюсь. Меня зовут Юля, фамилия моя Ругузова. Я являюсь координатором спортивного отдела организации людей с инвалидностью перспектива. Город Москва. Также я занимаюсь таким не очень известным видом спорта под названием зимнее плавание. Это значит, что я плаваю в ледяной воде, без какого-либо утепления, без гидрокостюма. В общем-таки, такое спортивное моржевание, можно сказать. Пришла в этот вид спорта достаточно внезапно. Я стала закаляться и плавать в прорубь для того, чтобы полюбить не любовь к холоду. И таким образом я стала участвовать в какой-то момент в соревнованиях. И даже в 2019 году мне удалось стать чемпионкой России, поставить рекорд страны на дистанции 200 метров стилем брас в ледяной воде. Всем привет еще раз, да. Сейчас я на эту тему, как говорится, чем смогу, тем помогу. Итак, друзья, я предлагаю начинать. Мы садимся, занимаем удобное положение. Как вам удобно и комфортно. Можно, если вы на полу сидите, вот таким образом сесть. Можно скрестить ноги, вот как я перед собой. Можно быть на стуле, в инвалидной коляске. То есть, ну, совершенно здесь не имеет никакого значения. Мы делаем круговое движение плечами назад, оставляем плечи внизу. Задим у нас абсолютно прямая спина. И мы начинаем разминать наши суставы сверху вниз. Поехали. Голова вниз. И смотрим перед собой назад. Мы не запрокидываем. Вниз. И смотрим вперед. Два. Вниз. Три. Вниз. Четыре. Хорошо. Вниз. Пять. Вниз. Шесть. И семь. Очень аккуратные движения шеи. Восемь. Закончим. То же самое, только смотрим по сторонам. В одну сторону и в другую. Поехали вместе со мной. Оп. Раз. Два. Три. И спина по-прежнему. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Закончили. Круговые движения от плеча к плечу. Только вниз работаем. Назад голову также вниз запрокидываем. Давайте вместе со мной. Раз. Очень плавненько. Два. Прямо перекапливаем хорошенько. Три. Подбородок от плеча к плечу. Четыре. Не спешим. Не спешим. И пять. И шесть. И семь. И закончим. Оставим голову. На месте смотрим вперед. Руки ставим в стороны. И прокручиваем голеностопный. О, не голеностопный. Прошу прощения. Лучше запястный сустав. Можно взять кулачки и делать круговое движение. Поехали весной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Меняем направление. Геностопный, конечно, мы тоже сегодня разминаем. Давайте еще четыре. Три. Два. Один. И теперь мы выполняем круговые движения. Локтевые суставы в себе. Раз. Два. Руки держим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Меняем направление. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И теперь мы работаем прямыми руками. Вперед. Раз. Вместе со мной. Два. Три. Локт вниз. Гибаем. Четыре. Плавненько. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Меняем направление. Назад. Поехали. Раз. Грудную клетку открываем. Два. Руки прямые. Три. Хорошо. Четыре. Вы же занимаетесь вместе со мной. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Оставляем прямые руки впереди. И мы делаем противоход. Одна рука в одну сторону, другая в другую. Давайте вместе со мной. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Давайте поменяем направление. Оживим наши нейронные связи. Давайте еще чуть-чуть. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Можно стряхнуть руки, расслабить, если они у вас подустали. Я бы почувствовала на самом деле. Следующее упражнение. Мы выполняем наклончики и рукой тянемся вверх в диагональ. И взгляд направляем вверх с потолока, с под руки. И выдавали делаем на наклончики. Давайте вместе со мной. И раз. Два. Три косые мышцы тянем. Они у нас сегодня будут работать. Четыре. И пять. Выдох. Шесть. Очень аккуратно. Семь. И последний раз. Восемь. Прекрасно. Молодцы. Затем мы разомнем наш тазоверный сустав и коленные суставы, конечно, тоже. Ну и голеностоп, про который я уже сегодня сказала. Видимо, мне очень хотелось начать с него. Что мы делаем? Мы садимся, ноги выпрямляем вперед и подчередно подтягиваем колено к груди руками. Давайте вместе со мной. Раз. Спина прямая. Два. И три. Хорошо. Четыре. Если вы сидите на стуле, то же самое. Да, можно делать. Шесть. Семь. Прекрасно. Восемь. Внимание. Затем мы ладони опускаем на пол, упираем семи в пол. Одну ногу подставляем так, чтобы ваша стопа была на уровне коленного сустава. Теперь мы открываем колено в сторону и меняем ножку. Поставили. Открыли. У нас здесь работает тазобедовый сустав. Закрыли. Хоп. Поехали вместе со мной. И. Открыли. Вернули. Раз. И. Открыли. Вернули. Два. Восемь раз так же делаем. В сторону. И. Три. И. В сторону. И. Четыре. И. В сторону. Хорошо. Пять. Еще чуть-чуть. И. Молодцы. Шесть. Два разика осталось. Семь. Последний раз. Возвращаем ноги. Выпрямляем вперед. И вот тут мы как раз таки работаем нашим голеностопом. Мы вытягиваем носочки от себя. И потом на себя сильно тянем стопу. Можно поставить руки сюда. Можно поставить на пол. Как вам удобно. Поехали. Восемь раз. От себя. На себя. Раз. И. Два. И. Три. Хорошо. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Отлично. Друзья. Мы переходим к нашей основной части. Нашей зарядки. Тренировки. Мы будем работать по таймеру. Мы проработаем абсолютно все группы мышц. Будет несколько блоков работы. Вам сейчас не нужно ничего запоминать. Просто быстро реагируем на то, что я говорю. То, что я показываю. И слушаем технику. Потому, что нам очень важно все выполнять правильно. Чтобы не травмировать себя. Помните. В тренировке. В любой. Главное. Это безопасность. Итак. Начнем мы с проработки мышц ног и ягодиц. Исходное положение. Только чтоб мы с вами так сидели. Ноги впереди. Спина прямая. Ставим руки за головой. Как я сказала. Будем работать по таймеру. Я вас не обманула. У нас будет 30 секунд работы. Что мы делаем. Поднимаем прямую ножку вверх. Если вам тяжело удерживать спину с руками возле головы. Поставьте их назад. И старайтесь. Пожалуйста. Очень вас прошу. Не делать вот так. То есть пусть это будет небольшой подъем ноги. Небольшой подъем ноги. Мы работаем квадрицепсом. Это передняя поверхность нашего бедра. Чем это будет вот таким образом. Я удерживаю руки здесь. Каждый выбирает вариант по своим возможностям и по силам. Я включаю таймер и мы делаем вместе со мной. Поехали. Вверх. Раз. Вверх. Два. Каждый в своем темпе работает. Каждый вверх. Выдох на подъеме ноги. Стопа у вас здесь расслаблена. Совершенно не обязательно натягивать никуда. У нас еще 10 секунд. Мы 10 секунд затем отдохнем и перейдем к следующему упражнению. Всего будет 3 упражнения на ноги и на ягодицы. 10 секунд отдыха. Мы встаем в колено-локтевое положение. Это значит вот таким образом. Мы уходим правую ногу вперед. И делаем вместе со мной. Мы рисуем полукруг ногой назад и возвращаем в сторону. Назад и в сторону. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы продолжаете и слушаете меня. Что у нас нога, которая опорная, она никуда не уходит. Вот такие движения. Она абсолютно как будто забитанирована. Мы только работаем ногой, которая сверху. Отдыхаем. Микроотдых. И мы меняем ногу. Упражнение называется радуга. Кстати, одно из моих любимых. Оно очень эффективное. Она мышцы ягодицы задней поверхности бедра. Давайте меняем сторону. Нога в стороне и поехали. Назад в диагональ. Раз. Назад. Два. Назад. Локти не сгибаем. Три. Это я не знаю, зачем я считаю. На самом деле мы же работаем подальше. Рука работает с темпом. Что-то тут у меня привычка. Хотела вам посчитать. Не спешите. Если у вас другой темп, чуть нет ничего страшного. Работаем в своем режиме. Мы сделали с вами три упражнения. Один круг. И ура. Хорошая новость. У нас еще один круг. Мы начинаем с первого упражнения. Садимся. Руки к голове. И поднимаем ноги вперед. Оп. Раз. Ну, не то, чтобы вперед. Скорее, это вверх, наверное, все-таки. 20 секунд еще работаем. Я удерживаю спину. Помните, да, что руки можно оставить здесь. Вы должны почувствовать переднюю поверхность бедра. Выдох. На подъеме ножки. Вверх. Хоп. Вверх. Хоп. У нас работает здесь передняя поверхность бедра. А в радуге меняем положение. Колено-локсевое положение. Ножка в стороне. А в радуге у нас работает боковая задняя поверхность бедра. И причем, чем оно мне очень нравится. Да, я уже сказала, это одно из моих любимых упражнений. Здесь у вас работает и опорная нога, и та, которая выполняет полукруг. Выдем ножки такие. Оп. Радугу нарисовали. Оп. Радугу. Вот такое позитивное совершенно упражнение. Как будто нам совершенно тяжело. Весело. Радуга. Все хорошо. Доделаем 3 секундочки. 10 секунд будет отдых. Отдыхаем. Можно выйти в позу младенца, сбросить напряжение. А если вы устали? Приготовились. Поехали. Я меняю просто сторону, потому что у меня тут стена. Я могу ее задеть. Назад и в сторону. Назад. В сторону. Назад. В сторону. У нас всего два круга каждого блока. Это заключительный. Надеюсь, вы успели за это время прочувствовать мышцы ног. Давайте еще 5 секундочек. Оп. Напрягаем, да? Ягодицу, заднюю, вертуюсь бедра. Хорошо. Отдыхаем. И вот сейчас мы все уходим в позу младенца. Мы так сходим на пятки. Ладони вытягиваемся вперед. Локти на полу не лежат. Как будто руками ползем, ползем, ползем вперед. Хорошо. Мы здесь сбрасываем напряжение с поясничного отдела и растягиваем заднюю поверхность. Следующий блок у нас будет направлен на мышцы спины. Что мы с вами делаем? Мы ложимся. Ложимся в наш живот. Вот тут, пожалуйста, обратите внимание, это очень важно. Взгляд в ваших головах всегда направлен вниз. Никаких вот таких движений кивающих быть не должно. Шея, продолжение позвоночника. Мы будем делать наверняка всем известное упражнение. Это называется самолетик. Когда мы одновременно поднимаем руки и ноги. Я вас очень прошу, исключите инерцию. Вот такого движения не должно быть. Мы смотрим вниз. У нас сильная ягодичная мышца. Прямые ноги. Руки либо в диагонали, если вам тяжеловато, можно положить руки перед собой и лоб опустить на ладони. И выполнять вот таким образом. Постарайтесь здесь втянуть живот и выполнять именно упражнение за счет того, что вы напрягаете мышцы ягодиц. Включая поясницу, разумеется. И верхняя часть спины работает. Давайте. У нас 5 секунд готовность. Ложимся уже. Руки либо вперед, либо перед собой. Так. Таня. Не подводи меня. Поехали, друзья. 30 секунд работаем плавненько вверх. Плавненько вниз. Вверх. И также плавно вниз. Мы на мышцах поднимаемся и на мышцах опускаемся. Слушайте, то, что я говорю, не задирайте никуда сейчас в голову. У нас еще 10 секунд очень плавной работы. Держимся. Держимся, друзья. Еще чуть-чуть. Плавненько. Оп. 10 секунд отдых. Мы встаем снова на четвереньки. И мы будем выполнять подтягивания противоположного колена к локтю и выпрямлять. Очень плавно. Хоп. Уже можно со мной. Скрутились. Вытянулись. Выдав на скрутке. И от пальчиков рук до пальчиков ног прям как будто вас растягивают в разные стороны. Еще. Хоп. Вытянулись. Скрутились. Вытянулись. Каждый работает в своем темпе. Я повторюсь, если вы не успеваете за мной, то ничего страшного в этом нет. Хорошо. Отлично. Сейчас мы просто меняем сторону, делаем то же самое соответственно. И потом второй круг. Все эти три упражнения. Готовы. Сами. Подтянули. Другая рука, другая нога. И поехали. Выпрямились. Хоп. Скрутились. Потянулись. Выдав скрутились. Потянулись. Скрутились. Очень хорошо. Растягиваем себя. При этом здесь тоже у нас взгляд всегда вниз. Шея, пожалуйста, не перенапрягайте. Шея – это продолжение нашего позвоночника. Она не должна у нас здесь ощущаться. Отдыхаем. Простяем второй круг. Снова ложимся на живот. И работаем на мышцы спины. Ну и дариза здесь тоже, конечно же, задействуется. Поехали. Вверх. Опустись. Взгляд всегда вниз. Не перенапрягайте шею. Хорошо. Вверх. Хоп. Плавненько. На мышцах. Я напоминаю, у нас тянут живот. Мы не толкаемся с животом. Мы исключаем инерцию в этом упражнении. Это очень важно. Пусть будет лучше маленькая амплитуда, но правильно. Хорошо. Отдыхаем. Встаем на четыре. Рука, нога противоположная. Поехали. Скрутка. Выпрямились. Скрутились. Выпрямились. Выдох. Хоп. Выдох. Хоп. И еще работаем. За пальчиками рук вытягиваемся. Давайте еще чуть-чуть. У нас 10 секунд всего. Давайте, друзья, осталось совсем немножечко. Шея у нас не напрягается. Микроотдых. Буквально 10 секунд. И мы меняем сторону. Меняем сторону. Три. Три. Два. Один. Поехали. И хоп. И выпрямились. Движения все плавные. Очень. Здесь не бросаем ногу, руку вниз. Все на мышцах. Давайте еще чуть-чуть. Это заключительный круг у нас. 10 секунд. Дорабатываем. Выниз. Хоп. Вниз. Хоп. И в позу младенца уходит. Таз на пятую ладонью. Тянемся вперед. Отдыхаем. Тянемся ладонями вперед. Сбрасываем напряжение с поясницы. Хорошо. Так. У нас с вами впереди еще два блока на разные группы мышц. Соответственно, но я бы хотела сделать небольшой бонус выходного дня. Мое любимое упражнение уникальное. Работает на все группы мышц. Практически не имеет никаких противопоказаний. В статике. Работает. Я думаю, что вы догадались, о чем речь. Это планка. Мы постоим всего лишь одну минуту. Будем стоять. А я вам тут дам выбор, между прочим. Я же лояльный тренер. Либо на прямых руках, либо на предплечьях. Как вам удобно. Давайте время не терять. Встанем. В течение этой минутки я дам акценты на технику. Поехали. Время пошло. Ваше плечо находится точно над кистью. У нас подкручиваем таз. Мы не делаем вот такие движения. Мы не проваливаемся. У нас прямая линия корпуса и таз в себя. Когда вы подкручиваете таз, вы чувствуете напряжение в мышцах и живота. Здесь взгляд тоже вниз. Старайтесь не делать вот так. Не смотреть на свои ноги. Ничего интересного, я думаю, там нет. И главное. Вы дышите. Глубокий вдох. Ровненький. Глубокий выдох. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Есть масса планок, вариантов. Великое множество, чтобы вам не было скучно. Но это классическая, это база. Ее важно уметь правильно, технически делать. Я в свое время стояла максимально 22 минуты. Правда, это было в рамках соревнований. Но все равно. Вот и минута прошла. За нашими разговорами колени опускаем вниз. Таз на пятки, ладонями вперед. Отдыхаем, сбрасываем напряжение с поясницы. Так. Надеюсь, вам мой микробонус понравился. И мы продолжаем. Садимся. Садимся снова в положение, чтобы вам было удобно. Мы продолжаем работать по таймеру. У нас один блок остался на мышцам пресса. Кстати, в планке пресс тоже прекрасно прорабатывается. Но мы сейчас с вами из положения силы поработаем на косые мышцы. И блок на руки. Давайте уже начнем. Первое упражнение. Сразу ставлю таймер и показываю, что мы будем делать. Ручки в сторону. И мы вытягиваемся, как будто вас тянут за одну руку и за другую в сторону. В сторону. В сторону. Важно сохранять положение рук параллельно полу. Параллельно полу спина прямая. 30 секунд мы работаем, но уже буквально осталось всего 10. Чувствуем, как у вас растягиваются косые мышцы пресса. Отлично. Хорошо. Отдыхаем. Можно стряхнуть руки. Друзья, я пока не вижу, что вы пишете. В конце занятия я это посмотрю и реагирую как. Мы выполняем наклончики. Руки работают в противоход. Хоп. И руки у нас тоже сильные. Мы там за пальчиками рук. Вытягиваем, растягиваем себя в разные стороны. И выдох. Делаем выдох на наклончике. Ягодицы у нас не отрываются от пола. Мы себя балансируем. Давайте еще чуть-чуть, 5 секунд осталось. И отдохнем. Отлично. Отдых. Следующее упражнение. Мы оставляем руки впереди. И выполняем скрутку с вытяжением руки назад. Давайте уже поехали вместе со мной. Оп. Оп. Как будто мы... Давайте я боком покажу. Посидим. И как будто хотим дотянуться. Ну, там, не знаю, что у вас. Макушка чая стоит. Вы хотите дотянуться за ней. Но при этом спину, да, мы не отклоняем. У нас ягодицы приклеены к полу. Спина у нас прямая. И макушка всегда вытягивается в пол. У нас работает корпус хорошенько. Последние секундочки. Отдыхаем. И второй круг. Второй круг тоже самое. Видите, взрыва у нас небольшие. Я надеюсь, вы прекрасно себя чувствуете. Руки поставили в сторону. И мы вытягиваемся. Ягодицы у нас не отрываются от пола, когда выполняем движение в сторону. Хорошо. Молодцы. И здесь тоже, да, мы выдох всегда делаем на усилии. На какой-то. Оп. Выдох. Оп. Выдох. Оп. Силой хорошенько чувствуем наши мышцы. Видите, мы уже даже силе абсолютно исключаем эту ударную нагрузку. Ухорошенько поработать. Отдыхаем. У нас следующие это наклончики с вытяжением рук в противоположные стороны. Готовы? Три, два, один, поехали. Наклон и в другую. Наклончик и в другую. Давайте я просто смотрю в экран, да, но взгляд мы направляем вверх из-под руки, чтобы у нас не было заваривания. Плеча вперед, по этому взгляду, всегда направляем вверх. Это помогает нам удерживать правильное положение спины. Выдох. Еще чуть-чуть, пять секунд у нас с тобой. Молодцы. Отдыхаем. И сейчас у нас скрутка с вытяжением руки назад. Корпус чувствуем, да, у нас работа коснулась. Поехали. И руки тоже работают, кстати. Оп. Вернулись. Подтянулись. Вернулись. Руки у нас работают за счет того, что мы их не расслабляем. Они у нас веревочками не висят. У нас сильные напряженные руки. Если даже просто удерживать руки в статике, напрягая их изнутри мысленно, да, то они тоже прекрасно поработают. Пять секунд у нас осталось. Прекрасно. Закончили. И у нас финальный блок. Больше никаких сюрпризов не будет. Может быть. Финальный блок он будет на руках. Он будет достаточно несложный технически. Но я вас попрошу здесь очень хорошо вкладываться именно мысленно в ощущения в руках. Вы вытягиваете руки и напрягаете мышцы сами. То есть без утяжеления, без всего, да, это очень сложно. Итак, я включаю таймер. Руки ставят в стороны, большие пальчики вверх. Круговые движения руками вперед. Круговые движения руками вперед. Плечи вниз. Могушка тянется вверх. Спина прямая. Локти абсолютно прямые. Руки напряжены. 10 секунд еще работаем. Еще чуть-чуть, друзья. Не сдаемся. Держимся. Молодцы. Три. Два. Один. Отдыхаем. Отдыхаем. Опустите руки. Стряхни и тихо. На следующее упражнение. Мы снова ставим руки вверх. Ладошка открыта. Мы выполняем две пружинки. Поехали. Раз. Два. И заводим руки за голову. Хоп. Хоп. Завели. Раз. Два. Силой. Как будто вы бойтесь каким-то сопротивлением. Это даже без специального оборудования можно такое ощущение себе создать. Если вы напрягаете мышцы. У нас 10 секунд осталось. 10 секунд. Маленькие интервалы. Всего два круга. Нам важно проработать все круги мышц. Снова отдыхаем. Следующее упражнение. Снова грудные мышцы. Одно, кстати, тоже для моих любимых. Потому что максимально простое. Мы собираем ладони вместе. У вас предплечье параллельно полу. И мы давим на ладони. Вот если я вот чуть-чуть пущу. Видите, у меня вот эти грудные мышцы в этом месте. Где маечка вытачивается. Двигаются. Вот у вас должно быть точно так же. Усилие расслабились. Усилие расслабились. Силой пол надавили. Надавили. Расслабились. Надавили еще. Доделываем. Молодцы. Такой круг. И мы почти на финише нашей тренировки. Я напоминаю, у нас сейчас руки в стороне большой пальчик вверх. И поехали. Круговые движения. Плечи вниз. Макушка вытянулись вверх. Спина прямая. Лопатки сведены. Пресс у нас живот подтянут. То есть даже вот, казалось бы, мы работаем только руками. Но если вы удерживаете правильное исходное положение, то у вас задерживаются все мышцы. И все тело включается в работу. И это очень важно понимать и осознавать. Три, два, один. Сверхнули руки. Следующая ладонь открыта. Большой пальчик также вверх. У нас раз, два. И хоп. Давайте готовы вместе со мной. Поехали. Раз, два. Назад. Раз, два. Хоп. Раз, два. Хоп. Полодцы. У нас всего два упражнения осталось. Будет очень коротенькая заминочка. Я надеюсь, вы занимаетесь со мной. Не просто лежите в выходной день на диванчике. Смотрите меня на ксеральчик. Давайте пять секунд у нас, друзья. Прекрасно. Отдыхаем в спикуленке. Собираем ладони. Выстраиваем положение предплечья. Вот так вот руки не висят. Очень важные плечи будут внизу. А предплечье параллельно в полу. Работаем. Поехали. Сильное сдавливание ладошек. Расслабимся. Сдавили. Расслабились. Сдавили. Расслабились. И оп. И оп. И еще чуть-чуть. Давайте 10 секунд. Я обещаю, что на этом у нас все. Но ничего больше не буду вас сегодня требовать. Молодцы. Отдыхаем. И коротенькая заминочка, как я уже сказала. Можно попить воды, если вдруг не успевали это сделать. Время, как я. Может быть и сейчас. У меня вот логичный салон. Обожаю. В жару, в летом, в воде салон. Очень здорово восстанавливает. Вот на себе баланс. Итак, друзья. Мы тянем с вами гиганинцы сзади, в верхность бедра. Мы садимся. Вы как сидели, так и сидите. Просто я разворачиваюсь, чтобы вам было понятно. В ладони на пол. Одна у нас стопа уходит на бедро чуть выше колена. То есть мы устраиваем какую-то четверочку, да? Четверочку ногами. Кто может, опорную ногу ближе к себе. Если не получается ничего страшного, так сидим. Здесь важно регулировать натяжение бедра, которое сверху, да? Положение сверху, да? То есть если вы сидите вот так, у вас, ну, графично почувствуете. Нам неинтересно как сидеть. Мы толкаем гиганинку вперед, помогаем себе руками. Ваша спина стремится к колену. Здесь вы ощущаете разницу, да? Если вы так сидите, и чуть-чуть вперед подать спинку. Совершенно другая работа мышц идет. Давайте еще буквально чуть-чуть посидим. Давайте глубокий вдох, и на выдохе спинку вот так вперед. Еще раз еще вдох, и на выдохе. Другие толкнули. Хорошо. Очень аккуратно. Ногу сняли. И другая нога у нас с ним. Сопа на бедро. Вот таким образом. Чуть выше колена. Колено уходит в сторону. И толкаем, да? Спинок вспоминаете. Вперед. Совершенно не обязательно ногу к себе двигать. Важно просто понять, как это работает на уровне движения спины. Вы на выдохе вперед. Натяжение почувствовали, где еще сильнее. Делаем вдох. И на выдохе еще чуть-чуть вперед. Почувствовали натяжение, где еще сильнее. Давайте еще разочем вдох. Почувствовали натяжение. Хорошо. Аккуратно сняли ногу. Снова садимся так, как вам удобно. И комфортно. Прямая рука к себе. Плечо вниз. Не забираем руку к ушам. Прямая рука на себя. Помогаем противоположным. Подтягиваем прямо назад. Плечо. Хорошо. Другая рука прямая на себя. Плечо вниз. Лапушка вверх. Сюда прямая. Вы все уже знаете. Делайте правильно, уверенно. Хорошо. Убираем. Делаем глубокий вдох. На выдохе одна ладоня ходит на пол. Мы присгибаем локоть, чтобы дать нам амплитуду в движении. И противоположной рукой мы тягиваемся. Вверх диагональ, взгляд, протолок, чтобы мы тянем косы. Мы у нас работаем в предпоследнем локоть. Как раз их ближе. Ягодицу не отрываем. Ягодицу мот пола не отрываем. А работаем как будто мы противодействуем. Нагодицу приклеивали только корпус. Глубокий вдох. И нам выдали сразу на другую сторону. Перенесли. Корпус на другую сторону. Взгляд вверх. Нагодицу проверили. Взгляд в спорту. И ровное отдыхание. Хорошо. Вернулись в исходное положение. Ладонью. На коленях. Выполняем круговые движения. Кричами назад. Оп. И еще раз назад. Расслабляем. Расслабляем плечи внизу. Спина прямая. Выполняем вдох. Выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Друзья. Последний раз очень глубокий вдох. Выдох. Вбросим напряжение. Одна рука перед собой. Вторая рука перед собой. И мы хлопаем себе. Хлопаем. Друзья. Вы большие молодцы. Что пришли даже в выходной или иный день. Позаниматься со мной. Это очень здорово. Я надеюсь, вы поработали как следует. Если у вас есть какие-то вопросы. На любую тему. То я с радостью у них ответила. Я подползаю. Подползаю к компьютеру. Чтобы видеть вас. Ну не вас. Ваши вопросы. Если вопросов нет. Напишите, как вы позанимались. Все ли вам понравилось. Иваново. Брянск. Прекрасно, друзья. Очень здорово. Как у вас там с погодой дела? Спасибо вам. Спасибо вам, что вы занимаетесь. Я напомню, что... Главное регулярность. И даже если вы чувствуете, что вы устали. Вы не очень хорошо себя чувствуете. В конце концов, просто может не быть настроение. Или еще какие-то обстоятельства. Я вот пользуюсь таким одним простым правилом. Правило 5 повторов. Даже если я понимаю, что я не в ресурсе. Что-то сделать все равно важно. Выберите 2 каких-то упражнения. И сделайте просто по 5 повторчиков. Вы увидите, как это взбодрит ваш организм. Все у нас работает на уровне гормонов. Поэтому регулярность. Регулярность. Это очень важно. Не забывайте регулярно питаться. Пить воду. Особенно в летнее время. Это очень важно. И, конечно же, высыпайтесь. Высыпайтесь. Сон. Это вообще первое правило любого спортсмена. Если вы не высыпаетесь по каким-то причинам, любая тренировка, она будет, но точно не в пользу. Я не буду говорить, что во время, но точно это не будет для вас положительным. Друзья, я только прощаюсь. Вопросов нет. Всем прекрасного дня. И до новых встреч в следующую среду. Также в 12 часов присоединяйтесь к нам. Не буду раскрывать всех карт. Все вы знаете сами. Но обещаю, что точно будет интересно. Пока-пока, друзья. Продолжение следует...